Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова. Я приветствую вас на своем канале Мод Эджидима, канала Моди Красоте, а также об умном шоппинге. И сегодняшнее видео будет посвящено минимализму, выйдет в рамках видео о минимализме. Я расскажу о тех способах проводить свои дни, когда вот случается у меня какое-то количество свободного времени. Как у мамы, как у любой мамы на этой планете маленьких детей, такие возможности выдаются очень-очень редко. Но тем не менее, они случаются. И те способы проводить свое свободное время, о которых я сегодня вам расскажу, стали для меня возможными. Я смогла их оценить как раз таки потому, что когда-то я начала практиковать минимализм, и минимализм очень серьезно вошел в мою жизнь. Итак, первый способ, он, наверное, самый простой и самый мой любимый способ. Я очень люблю налить себе чай, но на самом деле это может быть не чай, а любой другой напиток, возможно морс, но у меня нет времени готовить себе морс, либо варить компот, сесть, ну, наверное, в это кресло, либо в любое другое кресло, которое я найду в доме, и просто посидеть. Я очень люблю ощущение так называемой оглушающей тишины. В принципе, если окна открыты, то, безусловно, из окон доносится шум улиц, шум, который, возможно, создают птицы на крыше, но тем не менее я слышу вот эту оглушающую тишину квартиры, которую я могу услышать только когда я остаюсь дома. Что я делаю, когда я вот так сажусь и попиваю свой чаек? На самом деле я смотрю на то пространство, которое меня окружает и получаю колоссальное удовольствие. Так было не всегда. Сейчас, когда я смотрю на ту квартиру, в которой я живу, на то место, в котором я живу, место, с которым связана моя жизнь, я понимаю, что это место, которое полностью мне подконтрольно. Я даже стала очень спокойно относиться к какому-то беспорядку, который очень часто создают дети. Я не убираю за ними игрушки, поэтому, если вдруг они забыли что-то сделать, я за ними не убираю, жду, когда они вернутся из сада, из школы, соответственно, сделают это сами. И могу сказать, что вот такой беспорядок, некая хаотичность вещей вокруг меня больше меня не расстраивает. Просто потому, что теперь я точно знаю, что для того, чтобы эти вещи нашли свое место, необходимо буквально 2-3 минуты. Если раньше, когда я видела беспорядок в своем доме, я понимала, что прежде чем большую часть этих вещей куда-то убрать, мне нужно придумать, куда их убрать. Вещей было очень много, я была только начинающим расслабистом. Соответственно, все это повергало в меня некий стресс, и вот никакого расслабляющего эффекта того, что я сижу в кресле и, допустим, созерцаю некий беспорядок, в моей жизни, безусловно, не случалось. Но, тем не менее, сейчас, во-первых, я очень часто, точнее, очень редко оказываю ситуацию какого-то беспорядка, потому что, повторюсь, вещей стало гораздо меньше. Как правило, все вещи имеют свое место, все вещи, которые попадают в наш дом, они тоже имеют свое место и не были убраны, ну, наверное, просто потому, что вот не было, не хватило времени, либо сложилась вот такая экспромтная ситуация, когда эти вещи не попали в место своего непосредственного проживания в моей квартире. Поэтому я люблю смотреть на свой дом именно потому, что я знаю, что он полностью сейчас мне подконтролен. По большому счету, не осталось никаких уголков, не осталось никаких вещей, которые меня расстраивают, созерцания, которых меня расстраивают, потому что я знаю, что в моем доме вещи здесь селятся только потому, что я, либо другие члены семьи так решили. А у этих вещей, как правило, всегда имеется свое место. Соответственно, я очень-очень люблю просто посидеть в тишине, не слушая ни музыку, и посмотреть на то, что, в общем-то, я создала своими руками, по большому счету, при помощи, безусловно, моей семьи. Но я много раз говорила, что на пути минимализма именно я активно шагаю по этой дороге. Соответственно, я, по большому счету, воспринимаю то пространство, которое меня окружает, соотношу его с некими своими заслугами, с некими своими моральными, эмоциональными усилиями. А еще один способ, он напрямую проводить свое свободное время, он напрямую связан с тем, о чем я вам сейчас рассказала. Как это ни странно, это самая обычная уборка. Раньше женщины, которые постоянно убираются, либо рассказывают о том, что сегодня они убирались здесь, а завтра будут убираться там, а вчера они прибрались вот еще в какой-то зоне своей квартиры, вызывали у меня, ну, если не жалость, то вот некое просто-таки недоумение. Я не понимала, как можно так много времени тратить на уборку, как можно, в общем-то, так бесцельно тратить свое время и бесцельно его проводить. А сейчас все, на самом деле, очень поменялось. Я много раз рассказывала, как случилось, что у меня человек, который помогал мне в уборке, и на самом деле он, ну, по большому счету, полностью следил за порядком в этом доме, потому что на тот момент у меня был второй маленький ребенок новорожденный. И в Италии я была, как, в общем-то, заболела у человека плечо очень серьезно, и не смогла она больше приходить. А другого человека, которому я также доверяла, который бы также хорошо делал свою работу, я просто не смогла найти. А в тот момент я научилась убираться сама, мне было очень тяжело. Я также рассказывала, как некоторые ситуации доводили меня до слез, потому что, на самом деле, научиться делать что-то с нуля – это всегда очень-очень тяжело. Но, тем не менее, у меня получилось. И постепенно я, что называется, разгреблась в своем доме, то есть я разгребла все завалы, которые меня расстраивали. И, наверное, если бы вот этой жизненной ситуации не случилось тогда, наверное, бы все продолжало копиться в моем доме, вряд ли бы у меня доходили руки. Более того, когда я жила в Москве, ко мне человек приходил убираться 5 дней в неделю. И я заметила, что когда это также случилось, потому что родился мой первый ребенок, и, соответственно, я попросила больше помощи, я знала, что никогда у меня не будет няни, я никогда не смогу своего ребенка няне доверить, но, тем не менее, вот больше помощи по дому я попросила. И если до этого человек приходил 2 раза в неделю, а сейчас начал приходить 5 раз в неделю, я заметила, что я живу в большем беспорядке. И все это происходило просто потому, что этот беспорядок копился. Я, в общем-то, оставляла этот беспорядок на усмотрение человека, которому за это платились деньги. Деньги платились из моего кармана, соответственно, я ничего дома не делала и была вынуждена буквально полдня проживать в тотальном беспорядке, только потому что я ждала прихода этого человека. Сейчас в моем доме, несмотря на то, что у меня трое детей, несмотря на то, что дом гораздо больше, чем тот, что был в Москве, у меня всегда, во-первых, идеальная чистота, это совершенно точно. Дети играют на полу, дети живут на полу, поэтому я придаю большое внимание именно чистоте. Но у меня также и порядок, прежде всего потому, что у меня стало очень-очень мало вещей. Я много раз рассказывала, что мой путь к расслаблению начался как раз-таки с того ящика, где хранились средства для уборки. Просто для того, чтобы найти нужное средство для ванны, либо для окон, я проводила, ну, по 15-20 минут, разбирая все эти завалы бутылочек, которые, по своей сути, дублировали друг друга. Поэтому сейчас я полюбила уборку. Уборка не доставляет мне никаких расстройств, никаких беспокойств. На самом деле я люблю убираться. Мне нравится вот куда-то пристроиться в какую-то зону и вот что-то там тереть, протирать, перекладывать, расслаблять в то же время. Я не допускаю сейчас зон, где прямо-таки, ну, вот нужно расслабляться тотально. И да, доставляет мне это удовольствие. Более того, это доставляет мне даже некую расслабленность. Я, кстати, всегда любила мыть посуду. Именно вот мытье посуды тоже меня расслабляло, даже когда я еще не была минималистом. И, соответственно, третий мой способ, любимый способ проводить время, который я также стала ценить, потому что встала на путь минимализма, стала какие-то вещи видеть под другим углом, как я часто говорю в своих видео. Я начала, скажем так, заниматься тем, что, возможно, я когда-то умела. Картина стоит на моем... справа от меня, получается. Да, я начала рисовать, когда-то в детстве я этим увлекалась. Безусловно, по моим картинам, мне кажется, видно, что никакую художественную школу я не заканчивала, что я рисую просто потому, что мне нравится, я делаю это так, как умею. И, соответственно, когда-то я рисовала, и благодаря моей маме, которая сказала, когда мы хотели приобрести определенную картину, она сказала, ты, говорит, лучше нарисуешь. Я, в общем-то, и начала рисовать. И хочу сказать, что вот это дело, которое когда-то тебе нравилось, доставляло удовольствие, которое ты забросил просто потому, что у тебя сейчас нет времени, у тебя поменяли жизненные обстоятельства. Кстати, у меня была подруга в Москве, на самом деле она до сих пор есть, которая в определенный момент после рождения второго ребенка, возможно, даже начала заниматься фортепиано. Меня так это удивляло. Она мне рассказывала и говорила, что ей это так нравится. Я на самом деле не понимала, зачем она это делает. Мне казалось, что вообще-то это даже бессмысленная трата денег и собственного времени платить преподавателю, ездить к преподавателю для того, чтобы отточить навыки того, что, в общем-то, никогда в жизни, наверное, тебе больше не понадобится. И только вот сейчас я понимаю, что это действительно удовольствие. Когда ты чем-то раньше занимался с удовольствием, то, в общем-то, когда ты возобновляешь это уже в более зрелом возрасте, по-другому не скажешь, и здесь речь идет не столько о годах, сколько вот о какой-то жизненном опыте и жизненной мудрости, то это доставляет на самом деле особенное удовольствие. Недавно я также связала шарф, кто-то ко мне присоединился, я была очень-очень рада. Хочу сказать, что я получила колоссальное удовольствие от вязания этого шарфа. Более того, сейчас мне очень жаль, что шарф я больше не вяжу. Обязательно схожу, докуплю себе пряжу, и, наверное, свяжу себе либо детям еще какое-нибудь изделие. Но пока вязать я могу пряменько, поэтому, в общем-то, свяжу, скорее всего, шарфы всем, кто захочет, чтобы я им связала. Единственное неудобство вот таких хобби заключается в том, что, по большому счету, все это потом нужно где-то хранить. Безусловно, шарфов их не может быть много до бесконечности, так же, как и картин. Картины, кстати, мои не особо продаются в силу своего размера, потому что многим нравятся, многие спрашивают, но я вот почему-то люблю вот такие размеры, мне они нравятся. И так же в своих видео про минимализм, про дизайн, как распределить, допустим, объекты, чтобы они не отягощали пространство, я рассказывала, почему у меня появились такие большие картины. Соответственно, они копятся. Иногда их берут в магазины, иногда их берут на какую-то выставку. Кстати, по поводу выставки тоже такая интересная ситуация. Я всегда думала, что, в общем-то, выставки организуются особо талантливым людям, прежде всего, при успешном, наверное, в написании картин в данном случае, раз речь идет об этом. Я с большим удивлением для себя открыла, когда я зарегистрировалась на одном портале, где я просто выставила свои картины на продажу. Я, во-первых, была очень удивлена, что цену можно взять с потолка. В общем-то, я выставила за 800 евро свои полотна. Выхожу к мужу и говорю, слушай, ну я зарегистрировалась, я сейчас выставила картины. Он говорит, за какую цену? Я говорю, за 800. Он говорит, мало. Мало. Проси полторы, где-нибудь на тысячи сойдетесь. Вы не поверите, я поставила полторы тысячи, как он и сказал, потому что еще не было визуализации вот той цены, которую я поставила. И у меня было очень много вопросов. Мне очень много люди написали, но, повторюсь, очень часто вопрос встает с транспортировкой таких больших полотен. Так вот могу сказать, что в магазине внизу мои картины продаются за 200 евро, и никто их не хочет особо-то покупать. Поэтому вот это ценообразование, в который раз я убеждаюсь, что оно очень часто, на самом деле, берется вот просто-просто с потолка. А сказала-то я как раз-таки по поводу выставки. Да, хотела вам рассказать тоже такой интересный момент. Мне предложили выставиться, вот буквально даже в Лондоне предложили, но за собственные денежки. Соответственно, если бы я хотела потешить свое самолюбие, инвестировать, ну не знаю, можно ли сказать, инвестировать свои картины, которые, возможно, бы там продались, то я помогла это сделать совершенно спокойно, причем за совершенно такие, ну что называется, вменяемые деньги. Например, выставка в Падуе стоит, индивидуальная выставка на месяц в определенном павильоне стоит, например, 200 евро. На мой взгляд, это недорого, если там продастся хотя бы одна картина за полторы, то, в общем-то, ты имя себе сделаешь, можешь потом говорить, вот я такой именитый художник, выставилась там и здесь. Но, тем не менее, это не стоит особых денег. Например, выставка в Лондоне, она организовывалась, взнос необходимо было заплатить 500 евро, но, безусловно, это была не индивидуальная выставка многих атеров. Поэтому в этом мире, на самом деле, все относительно, очень часто все не так, как кажется, все не так, как кажется. Поэтому, в общем-то, резюмируя, резюмируя, хочу сказать, что да, просто посидеть в тишине и в спокойствии, это один из моих любимых способов времяпрепровождения, также еще и потому, что мне нравится то место, в котором я сижу, я вижу это место результатом своих, иногда, мне кажется, титанических усилий, но сейчас все гораздо-гораздо проще. А второй способ, это, безусловно, уборка, как это ни странно, никогда не думала, что я это произнесу, но, тем не менее, это так. Мне нравится убираться. Более того, хочу сказать, что когда вы убираетесь сами, я запишу отдельное видео про уборку, зачем это нужно делать, ничем убираться, зачем это нужно делать. Кажется, опять же, ну, высосанная из пальца тема, но, тем не менее, к этим простым и гениальным выводам я пришла вот буквально со временем. И один из положительных моментов, на которые я также обращу внимание, как раз-таки заключается в том, что называется, твой пример, он заразителен. Мне все помогают по дому. У меня сейчас, на самом деле, нет проблем у кого-то попросить. Более того, какие-то вещи делаются вот просто без моего участия, без моего напоминания. Прежде всего, потому что я сама убираюсь, мои дети видят, что я сама убираюсь, мой муж видит, что я сама убираюсь, что мне нужна помощь. Поэтому, что все участвуют, все участвуют посильнее. Ну, и третий момент, это, безусловно, достать свои старые хобби, достать, наверное, свои старые увлечения. Возможно, если никогда вы этого не делали, наконец-то этому обучиться. Я, например, когда у меня появится чуть больше свободного времени, хочу пойти на курсы с Амелье. Есть определенные вещи, которые я в жизни не понимаю. Я, например, не понимаю вино. Я не пью вино, но не потому, что я не переношу алкоголь. Я, кстати, в своей жизни никакого алкоголя, кроме вина, не пробовала. Это так удивляет моего мужа, но тем не менее, это так. Один раз беременна, я попробовала пиво, но мне кажется, я его куда-то, вообще-то, потом выплюнула, так, чтобы было не видно, потому что мне не понравился вкус. Вот я помню, была беременна с животом, мне вдруг захотелось пива. Мне показалось, что такой прям напиток, который я сейчас залпом выпью, и будет мне хорошо, токсикоз мне наконец-то снимет. Нет, вкус мне не понравился, поэтому, ну, наверное, да, пиво я пробовала, но не проглотила его. И никакого другого спиртного я в своей жизни не пробовала. Но вино, безусловно, здесь в Италии, я, что называется, попиваю периодически, с какой-то едой пытаюсь понять его вкус, пытаюсь понять сочетание белого вина, например, с рыбой. Я пробовала очень дорогие вина, и вина из супермаркета, и, в общем-то, я не чувствую разницы. Не чувствую разницы. Я не во вкусе не чувствую разницы, не, в общем-то, просто самой разницы. Я не ощущаю для меня кислоту, для меня кислота. Соответственно, я хочу пойти на курсы с Эмилье и понять, это история так же, как про голого короля, а король-то голый, да, то есть его вино, это сисика, а вот это нет. Либо все-таки действительно есть возможность научиться чувствовать вкусы, букет аромата, нюхать пробку и что-то там, наверное, понимать. Вот такие три способа. Возможно, будут они вам полезны, возможно, нет, но в любом случае, я была рада провести с вами эти несколько минут, потому что сегодня, повторюсь, вот такой расслабленный день, и я поняла, что у меня есть свободное время, в том числе на то, чтобы посидеть спокойненько и видео записать. На этом я с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Желаю всем очень-очень хорошего дня. Пока-пока.